Девушки отдыхают Это все фестиваль «Включайся», который на этот раз проходил с 6 по 8 июня в городе Уфа, республики Башкортостан. Этот ежегодный всероссийский фестиваль представляет собой конкурс детских и юношеских телевизионных студий, телекомпаний, производящих программы для детей, а также творческие встречи юных талантов с известными деятелями кино и телевидения. И нам, корреспондентам редакции детских программ НБК Сахабри, доставилась честь посетить это масштабное мероприятие. На конструкции мы прошли регистрацию, и теперь мы готовы к приключениям, которые обещает нам фестиваль. Включайся! В первый же день нас встретили квест-игрой «Я настоящий башкир», где мы ознакомились с традициями и культурой башкиров, попробовали самые разные виды меда и немного изучили их язык. А вы знали то, что башкирский язык немного похож на наш якутский? Ведь их объединяет общий тюркский этнос. Мы считаем это очень-очень классно. Мы проникаемся культурой, мы узнаем про их колорит, и вообще это на самом деле очень классно. Мы попробовали настоящий тюркский башкирский. Но чая еще не было, так что ждем. Нас, участников фестиваля «Включайся» ждали творческие встречи с именитыми режиссерами, журналистами и педагогами. Представляете, как нам повезло! Вот и закончились мастер-классы. Как оказалось, это не были просто скучные лекции, это были тренировки с дыханием. Мы узнали очень много полезной и важной информации. А сейчас мы идем на обед. Сегодня мы обсуждаем интересные факты о самом главном имениннике дня. Звоните и рассказывайте. Вот так незаметно прошел насыщенный первый день, и мы с нетерпением ждали, что же нам приготовит следующий. Второй день с самого утра начинался с мастер-классов, которые были наполнены новой информацией. И с советами от мастеров своего дела. И за ограниченное время мы старались все это в себя выбрать. Вот чтобы зритель испытывал эмоции, нужно пользоваться поразительными средствами. Самую же важную информацию о том, как создать свой крутой и интересный телепроект, рассказал нам продюсер канала Disney Антон Михалев. Организаторы решили показать нам примеры мультипликационного фильма «Садко». Удивительная встреча была также на примере башкирского мультфильма «Садко». Главный герой этого мультфильма – простой русский парень по имени Садко. Он и хорош собой, и храбр душой, да и на гуслих играет так, что все заслушиваются. На примере присутствовали сами создатели этого удивительного мультфильма, и мы даже успели задать несколько вопросов. В третий день было много волнений. Ведет и заключительный день детского фестиваля «Включайся», где мы наконец-то узнаем, кто же стал победителем и обладателем «Хрустальной кнопки». Конечно, не только церемония награждения был наполнен этот день. Все-таки мы пролетели в другой город и не могли обойтись без экскурсии, где мы ближе ознакомились с Уфой. И так как мы тесно связаны с телевидением, нас на выбор отправили на городской, республиканский или федеральный каналы. Вот и наступило торжественное закрытие фестиваля «Включайся». На нем будут вручены различные награды по разным номинациям. Пошлите с нами, ребята! И вот мы сидим на официальном закрытии фестиваля. Все ближе и ближе тот момент, когда мы узнаем, кто же возьмет заветный тумблер. И это по-настоящему волнительно. Мы просто не могли поверить своим глазам. Передача нашей студии «Кюлюм Туген. Зажги звезду» стала победителем номинации «Увлекательный мир». Она обошла 49 работ, заявленных в этой номинации. Это поистине очень значимая победа. Это казахстудия в церквенных городах Якутск. Наш проект был о том, как демные таланты именно своими талантами прославились на всю республику. И мы рассказываем о том, какие они уникальные, потрясающие. И такие юные. А еще сюжет, подготовленный командой «Наде Пассар», стал лучшим сюжетом, подготовленным на фестивале. Вот такой у нас отличный итог получился. В номинации «Увлекательный мир» победу одержала работа «Зажги звезду». Это казахстудия «Зажги звезду». Город Якутск. Держите вашу заслуженную кнопочку и несколько слов, пожалуйста, нашим зрителям и гостям в зале. Добрый день, уважаемые гости, участники и, конечно, уважаемые жюри. Мы безумно благодарны за то, что пригласили нас на такой замечательный фестиваль. Спасибо вам за гостеприимство. Я хотела бы предать большое спасибо нашей студии Сергею Лярдову и, конечно же, этому фестивалю. Включайся! Спасибо тебе. Спасибо. Какая самая большая ягода? Косметика. Груз. Правильно. Вот молодцы мальчики, знают. Какая звезда ближе всего расположена к Земле? Солнце. Да, это правильно. Второй вопрос. Назовите, пожалуйста, число Пи. 14... 3,14. Да, это тоже очень правильно. Назови, пожалуйста, число Пи. 3,14. Правильно. Итак, следующий вопрос. Кто автор романа Дубровский? Не знаю. Автор романа Дубровский это Александр Сергеевич Пушкин. Спасибо. Ну ладно, пока. А мы идем дальше. Назовите, пожалуйста, самое крупное млекопитающее на планете Земля. Крупное? Кит, да? Да, правильно, кит. А кто написал роман Дубровский? Дубровский? Да, я не знаю. Вы не читали Дубровского? Читали, но... Не помню. Не помните. Ладно, ничего. Итак, перечисли, пожалуйста, все планеты Солнечной системы по мере обывания от Солнца. Ой, нет, спасибо. Я в этом не шарил. Да ну, блин, так же легко. Просто Меркурий, да? Да, если бы я шарил, я бы ответил. Да, это уже вторая вопрос. За последние два дня. Ладно, спасибо. Сможешь ответить на вопрос? Какой? Перечисли, пожалуйста, все планеты Солнечной системы по мере обывания от Солнца. Меркурий, Венера, Земля, Марс и Питер. Давай, давай. Нептун, Нептун, Уран. Уран, Нептун. Первый человек, который смог. Господи, отлично. Они все отказываются. Почему они отказываются? Как видите, вы поймали миленькую компанию девочек. Привет, девочки. Привет. Можете ответить на пару вопросов? Да. Итак, первый вопрос. Какое самое крупное млекопитающее на планете Земля? Кит. Кит, да, правильно, кит, да, отлично. А второй вопрос. Что тяжелее, один килограмм гвоздей или один килограмм ватт? Нет, нет. Вот эти девки дают, а, вообще класс. Класс, давайте пять, давайте пять, давайте пять. Молодцы, молодцы. Классно. Спасибо. Как показал мой опрос, многие школьники затруднялись ответить на вопросы, связанные с литературой. Но зато они с легкостью отвечали на вопросы, связанные с космосом. Интересно, не означает ли это, что люди стали на шаг ближе к неизведанному? Ну, а на этом у меня все. Всем пока! Всем привет, ребята! В последнее время все говорят о робототехнике. И я решила узнать по ней побольше. Поэтому я пришел в IT-школу Алтан. Робототехника – это уже далеко не что-то из области фантастики. Существует множество кружков, где и я, и ты можем спокойно учиться делать настоящих роботов. Одна из таких – IT-школа Алтан. Здесь ребята учатся проектировать и разрабатывать свои электронные устройства. И роботов полностью с нуля. Как это делать настоящие инженеры? Здесь ребята учатся проектировать и разрабатывать свои электронные устройства и роботов полностью с нуля. Как это делать настоящие инженеры? Здравствуйте, меня зовут Айал. Я юной корреспондент. Мне очень интересна робототехника. Расскажите о ней, пожалуйста. Робототехника – это междисциплинарная наука, которая находится на стыке электроники, конструирования и программирования. Сейчас идёт занятие по электронике. Ты можешь к нам присоединиться. А что сейчас ребята проходят? Ребята вот сейчас собирают схему задержки включения. И на электронных компонентах они должны сделать данную схему и оно должно работать. Этот компонент называется резистором. Он находится у нас в наборе. Вот я могу тебе показать. Вот эта штука называется транзистор. Вот его три ножки, они показаны этой схеме. И таким методом дети должны собирать вот такие электронные схемы, потому что основа робототехники – это электроника. Ну, Айал, вот твоя схема. Она называется транзистор задержка включения нагрузки. А здесь у нас набор. Ты можешь вот с помощью компонент в этом наборе собрать данную схему. Если что, спрашивай, я подойду. Если честно, ребята, я ничего не понимаю. А ты научился это делать? Да. Сколько ты заняла времени? Минут 30. На самом деле, если сосредоточиться, я уверен, что вполне возможно разобраться в схемах. Ребята же ходят сюда каждую неделю и набираются знаний. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Захар. Почему ты выбрал именно робототехнику? Я выбрал робототехнику, потому что я считаю, что за робототехникой есть будущее. Начал я недавно, потому что в нынешний период это меня заинтересовало. Раньше я хотел сначала как-нибудь на Lego Mindstorm сделать, но как-то не получилось. В будущем хотел бы я создать полноценного робота, который выполняет сложные задачи. Я занимаюсь робототехникой около двух недель, и я только начала этим заниматься. А почему ты выбрала именно робототехнику? Ну, то есть будущее с технологиями, программированием. Я еще хожу на второе занятие, я хожу на питон. Да, мы там изучаем этот язык программирования. Что вы изучаете, кроме электроники? 3D-прототипирование. По понедельникам мы ходим и строим модели с кетчапи. Почему ты выбрала именно робототехнику? Ну, я думаю, что этот, ну, мне будет полезно и надо в будущем. А именно что ты хочешь в будущем сделать? Ну, искусственный интеллект, там, робот, не знаю. Пока еще не придумал. Ребят, я узнал, что в этой школе есть ученик Андрей, который изобрел пауэрбанк на батарейках. Мне уже не терпится познакомиться с ним. Пошли. Привет, Андрей. Говорят, что ты создал пауэрбанк на батарейках. Это правда? Да, конечно. Расскажи, как ты его создал. Ну, это первый прототип. Я изобрел это устройство, потому что у меня на даче не было электричества, и поэтому мне пришла в голову эта идея. Он состоит из разъема под крону, корпуса из пластика, разъем под USB и конденсатора. Я разрабатывал его, ну, примерно месяца три, если так посчитать. Это первый, это второй прототип моего устройства. Первый был в два раза больше и работал от других батареек. Потом я его доработал, уменьшил и вложил его в корпус, напечатанный на 3D-принтере. А как часто его надо менять, батарейки? Это зависит от мощности батарейки. В основном, в кроне, примерно 600 мАч. А чем твой пауэрбанк отличается от других? Задумка в том, что он работал бы на батарейках, и его не приходилось бы долго заряжать. Андрей, давай его сейчас испытаем? Давай. Смотрите, заряд пошел. Я сначала не поверил, как мой ровесник может сам соорудить пауэрбанк. Но это действительно так, что по-настоящему меня удивляет. Какие у тебя достижения на данный момент? Я участвовал в школьном «Шаг в будущее», где меня зарекомендовали уже на городской, а потом на республиканский. Потом я полетел на Кавказ, в город Нальчик, где участвовал в конференции в рамках мероприятия «Гостеприимный Кавказ». Еще я занял первую степень во Всероссийской научной конференции «Шаги в науку». В будущем я планирую дорабатывать этот проект, потому что он работал от двух батареек, пальчиковых батареек. Спасибо, Андрей, у тебя действительно классное изобретение. Но я пошел дальше знакомиться с этой школой. Пока. Пока. Приятно познакомиться. Вот так я убедился, что робототехника — это не только роботы, выполняющие различные функции. Благодаря ей можно создать самые различные гаджеты, которые будут помогать нам в повседневной жизни. Больше всего меня удивило, что эти ребята создают такие изобретения и задумываются о своем будущем. А на этом у меня все. Всем пока. А на этом наш сегодняшний эфир подходит к концу. Следите за нами каждую неделю, отвечайте на вопросы и выигрывайте крутые призы. А больше вы сможете узнать, подписавшись на наш Инстаграм. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok